Владислав, по ситуации сейчас в самых горячих регионах, Донецкое, Луганское направление, ваша оценка ситуации, я так понимаю, что так или иначе, все равно на Донецком направлении около 50% территории контролируется украинскими войсками, и это соотношение не меняется существенно? Безусловно, ситуация, особенно в районе городской агломерации Северодонецк и Лисичанск, является крайне сложной. Причем наиболее сложная ситуация в районе южнее от Лисичанск. Именно там российские оккупационные войска сосредоточили все, имеющиеся у них там резервы, в первую очередь артиллерия, и пытаются продавить нашу оборону. Меня в этом плане успокаивает позиция украинского генерального штаба. Наши военные говорят, мы имеем и силы, и средства, и возможности, чтобы держать дальше оборону городской агломерации Северодонецка и Лисичанск, и все попытки россиян наступать на этом участке российско-украинского фронта, обречены на неудачу. Да. Ростовский НПЗ, не могу вас не спросить, сгорел или горит, тут не знаю, как правильно сказать, но фотографии впечатляющие. Скажите несколько слов? Безусловно, я не ценитель русского мата, но вот сюжет, видеоролик, посвященный атаке БПЛА, я просмотрел несколько раз и даже звук не запикивал и не приглушал, потому как эти эмоции, озвученные неизвестным автором видео, они абсолютно четко передавали то самое настроение, которое, собственно говоря, наверное, пережили все, кто был свидетелем, кто был зрителем этого видеоролика. Совершенно очевидно, что работа специалистов наших сил обороны проведена максимально эффективно, и, как по мне, с минимальными затратами нанесена та самая звонкая оплеуха путинскому режиму, которая четко показывает, нет на территории Российской Федерации территории и земли, куда не достанет украинские военнослужащие для того, чтобы ударить больно, ударить чувственно и ударить так, чтобы запомнилось. Ну, это, кстати, то, что в российских новостях, ну, здесь, знаете, и вам, как тоже профессионалу медиасферы, и Евгению Алексеевичу, на самом деле, тоже это должно быть ясно. Вопрос, как это подает российские СМИ, да, то есть они все, что угодно пишут, загорелся, причина пожара, но речи о том, что вот как раз они же любят обвинять Украину, да, 8 лет ничего другого вообще на телеканалах российских не происходило, кроме обвинений Украины. А вот в этих случаях, что бы ни происходило с НПЗ, либо с другими какими-то стратегическими предприятиями, ни слова, ни обвинения, никаких тебе наездов, простите за слово. Вам понятна эта методология? Безусловно, потому как в этой ситуации совершенно очевидно, что российская противовоздушная оборона прошляпила боевую работу украинских БПЛА, и показывать свою дурь неэффективность и полную профанацию не каждому хочется, поэтому и создается определенный такой белый информационный шум, который пытается замылить сам факт нанесения с помощью БПЛА удара по стратегическому объекту, АНПЗ это стратегически важный объект, и таким образом сместить акценты и снова рассказать, какие украинские сволочи, акцентируя внимание на иных событиях, которых в настоящее время информационная повестка дня предполагает огромное количество. Да, да, ну вот, кстати, справедливости ради, надо сказать, что к концу дня, даже в середине дня, все-таки пожар был признан не удар, а падение беспилотника, но тем не менее, да, все-таки было указано. О причинах пожара они? Да, да, причинах пожара. Признались они, наконец, под давлением неопровержимых улик. Ну, это чуть ли не впервые, на самом деле, за все это время, да, поэтому интересный момент. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА